Уважаемые близнецы, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 25 по 31 марта, включительно последняя неделя этого месяца. Какой она для вас будет, чем она будет интересна, о чем вам нужно знать. Расклад покажет как ваши сильные, так и слабые стороны. Рассматривать мы будем и работу, и финансы, и личное пространство, то, что касается отношений, семьи, дома. Подведем итоги этой недели, посмотрим, что в скрытых факторах также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора. И сейчас традиционно вы можете закатать картам всего лишь один вопрос желания. Карта, которую я достану, самую последнюю, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании. На столе вы видите еще одну колоду. Это оракул, который я также буду использовать для дополнений. Карты готовы. На стол сама с собой в произвольном порядке выпала четверка чаши. Это говорит о том, что на момент просмотра, может быть, вам немножечко не хватает отдыха, хочется некой передышки. Но даже если эта передышка в вашей жизни есть, вы не сильно-то и довольны этой передышкой. Итак, приступаем к выкладке карт. Уважаемые близнецы, все карты вашего расклада перед вами. Я приступаю к его чтению. В раскладе очень много активных карт. Это говорит о том, что вы ведете активный образ жизни. Немножечко мешает смена настроения часто. Может быть, некоторое. Порой бывает апатия. Но в целом я все-таки вижу, что вы себя настраиваете на хорошее. И у вас это получается. Расклад начинается с практичной деловой карты девятки монет. А это говорит о том, что уже входя в эту неделю, ваши мысли больше сосредоточены на делах житейских, материальных. Это может касаться работы, это может касаться быта, это может касаться дохода в целом. И карта, конечно же, говорит о том, что для вас важен комфорт, для вас важно быть обеспеченными и ни в чем не нуждающимися людьми. И вы к этому стремитесь. Те, у кого есть основная работа, девятка монет может показывать неплохую прибыль от основной работы. Для тех, кто в поиске работы, вы сейчас не работаете официально, все равно по этой карте я вижу, что вы заняты какими-то полезными делами. И я не вижу того, чтобы вы были без денег. Под вашими ногами в вашей жизни уже есть какие-то достижения, прочный фундамент, почва, на которой вы твердо стоите на своих двух ногах. И голова у вас на плечах мудрая и умная. И вы показаны как человек с определенной репутацией, человек, которого уважают, человек, на которого другие еще могут равняться и с вас даже могут брать пример. Те, у кого есть собственный бизнес, эта карта может показывать успешный бизнес. Также этот аркан может показывать сделки как на близких, так и на дальних расстояниях. Притом, в основной работе вы когда-то зарабатывали авторитет, а теперь этот авторитет работает на вас. Поэтому что-то вы можете делать не спеша, но чем бы вы ни занимались, любую работу вы выполняете на качество. Этот аркан говорит и о том, что вы сможете не только поработать, но и отдохнуть или совместить и отдыхи, что-то полезное. И эта карта может показывать даже какие-то покупки для себя, для дома, для любимых людей. В любом случае неделя начинается хорошо, все стабильно. На входящие события для вас выпал туз мечей, тоже очень активная карта. Но она может говорить о том, что вам нужно что-то или обновлять, или в чем-то нужно ускоряться. Возможно, это какие-то ваши задачи, которые вы перед собой ставите, но есть некоторые сложности в их преодолении. По тузу мечей это могут быть также и любые официальные вопросы, которые вас могут волновать. Любые документы, справки, бумаги. Так как эта карта огромного количества информации, она может и говорить о том, что вы постоянно анализируете определенную информацию. Тут уже прослеживается напряжение, но даже если перед вами и возникают препятствия, это вас еще больше включает. Вы проявляете еще большую активность в чем-то и настойчивость, и во многих вопросах вас ждет победа. Поэтому, если даже из-за чего-то у вас есть некоторые сомнения, просто отбрасывайте их в сторону. А то, что сомнения есть, я вижу. Некая внутренняя неуверенность об этом говорит карта Луны, которая, в общем-то, выпала в основе вашего расклада, и выпала она первой. Но пока я вижу очень хорошие арканы. Поэтому то, что касается любых дел, и дел домашних, и рабочих вопросов, финансовых, также вопросов официального характера, для любых вопросов эта неделя хороша для их решения. Поэтому не сидите на месте. Вы очень много способны в этом периоде сделать. Вы способны горы свернуть. И это подтверждает карта Мага, которая выпала в центр вашего расклада. Тоже она у нас под номером один. Но это старший аркан. А перед этим у нас был Туз Ничей, тоже под номером один. Это говорит о том, что для вас важны обновления. И вы пытаетесь в жизни, возможно, протолкнуть какие-то свои идеи. Вы пытаетесь доносить другим людям свои мысли. Вы пытаетесь кого-то в чем-то заинтересовывать. Вы показаны как действительно очень хорошие организаторы, лидеры по натуре, люди, которые прекрасно владеют своей речью. Вы очень убедительны. Поэтому вы по этому аркану можете убедить кого угодно и в чем угодно. У вас есть такой дар, такая способность. Независимо от того, вы работаете на себя или на кого-то, по магу, это желание выделяться из толпы, быть лучшими из лучших, быть первыми во всех позициях. Также эти арканы могут говорить о том, что вас интересуют дополнительные знания, которые вы хотели бы получать. Может быть, вы сейчас уже что-то для себя дополнительно изучаете, чем-то увлекаетесь. И все это может быть в развитии. Вы с чем-то будете экспериментировать. Вы что-то с чем-то будете совмещать. Вы можете, многие, зарабатывать больше, чем то, что вы имеете сейчас. Но и на этот период в дом ваших финансов выпала замечательная карта «Десятки монет». Эта карта, конечно же, очень хороших денег. И, может быть, на этой неделе кого-то ждет разовая крупная сумма денег. Для кого-то это постоянный источник дохода. Либо ваш, либо ваших близких. Потому что даже если вы не работаете, я вижу, что вам кто-то готов помочь. Кстати, очень хорошая карта для семейного бизнеса. Даже если меня смотрят те люди, у которых имеются долги или кредиты, вы их спокойно сможете отдавать. Возможно и оформление новых кредитных линий, но я вижу, что вы с этим не особо спешите. Также я вижу, что когда у вас деньги есть, самым близким людям вы готовы чем-то помочь. Но, конечно же, вам хочется, чтобы вам были благодарны. Или что-то делая для кого-то, вы надеетесь на то, что эти люди что-то хорошее сделают для вас. Или, по крайней мере, вы сможете заработать, если это рабочий процесс. Также в малом кресте вашей судьбы мы видим шестерку мечей. Эта карта может показывать дороги и разъезды. Скорее всего, пока не на очень дальние расстояния. Может быть, вы по месту часто где-то ездите. Но кого-то могут интересовать и дороги, может быть, в другую страну, в другой город. Может быть, это не ваши дороги, а дороги того человека, о котором вы думаете. Потому что для тех, кто в паре, ваш партнер может быть в частых разъездах. Того, чтобы вам или вашим близким что-то угрожало из внешнего мира, я также по раскладу этого не наблюдаю. Да, я вижу, что в этом периоде может быть очень много хлопот и суеты по мелочам. Об этом говорит Паш Мечей, что есть какая-то информация, которая вас немножечко раздражает. Может быть, есть люди, которые вас раздражают. И в то же время будет и то, что вас порадует. Об этом говорит и рыцарь чаш, и карта старшего аркана колеса фортуны, которая выпла на внешний мир. В этом периоде или в самое ближайшее время у вас может быть какая-то важная встреча с другом. Изначально это может быть звонок, разговор, что-то вы обсуждаете. Потом появится желание с кем-то увидеться. И для вас это возможно. Об этом говорит карта колеса фортуны. Вообще по колесу фортуны это могут быть любые предложения из внешнего мира, которые могут вырываться в вашу жизнь как новые возможности. Может быть, вам кто-то что-то предлагает по работе или по подработке. Если вы куда-то едете, дороги явно для вас представляют интерес. Если это общение, это для вас интересное общение или интересный собеседник рядом. Если говорить о женщинах-близнецах, то на вашу жизнь, скорее всего, влияет не одно мужское лицо. Даже центральная карта мага может об этом говорить. Также мы видим тут рыцаря чаш, мы видим рыцаря монет. Это, скорее всего, какие-то рабочие вопросы, которые обсуждаются, немножечко спорные. Но то, что касается работы, со всеми вы договориться сможете. Никаких нерешенных задач или конфликтных ситуаций я здесь не наблюдаю. Те, кто ищет работу, я вижу, что у вас, скорее всего, уже есть какие-то мысли по поводу того, в каком бы направлении вы хотели бы двигаться. И продолжайте идти к своим целям, потому что то, что вы задумали, у вас должно получиться. Но я все же возьму сейчас дополнительные карты и для тех, кто работает, и для тех, кто не работает. Для тех, кто при работе сама собой развернулась семерка жезлов. Эта карта может предполагать некоторую конфронтацию или борьбу в работе, или то, что вы боретесь за место под солнцем, вы тверды в своих позициях, вы очень убедительные люди. За себя постоять явно по этому органу вы умеете. Возможно, что, да, действительно, с кем-то может возникать некоторая конфронтация, но тех, кто, может быть, вас вызывает на какой-то спор, выяснение отношений, вы все, что угодно сможете оспорить, все, что угодно сможете аргументировать. И показано, что преимущество на вашей стороне. Еще одна карта для тех, кто при работе. Карта башни может показывать и какие-то неприятные или очень нервные моменты. Если вы работаете в крупных организациях, может быть, что-то происходит в самой организации. Может быть, у кого-то есть мысли о том, чтобы с работы уйти, или вы думаете о том, что вас могут уволить или сократить. По этому аркану вас действительно кто-то в чем-то может подвести, поэтому будьте очень внимательны. И карта совета для тех, кто при работе выпала восьмерка чаш. Она может говорить о том, что либо вам нужно на время взять отпуск, если вы не собираетесь окончательно с работы уходить, либо кто-то все-таки будет менять работу, потому что эта карта может показывать уход, увольнение. По магу, конечно, возможно и то, что на вас кто-то пытается оказывать психологическое давление, но повторюсь, что если вы не собираетесь с работы увольняться, свои рабочие позиции вы способны удержать. Хорошо, посмотрим, что осталось на дне колоды. Карта Короля Мечей для вас может говорить о том, что что-то будет в работе зависеть от мужского лица. Это может быть руководитель, начальник, коллега, партнер. И эта карта может показывать любой очень важный разговор, который может состояться в ближайшее время. Но он необходим. Ну а теперь возьмем дополнительные карты для тех, кто пока без работы. Для вас выпала восьмерка монет. Этот аркан может говорить о том, что при желании работу найти вы можете для себя найти что-то подходящее. Скорее всего, это та работа, которая вам хорошо знакома, то, что вы делали раньше. Может быть, кто-то будет совмещать работу и учебу. Помимо того, что вы могли бы, да, работать на кого-то, тут я вижу, что все равно вы думаете о каком-то своем деле, о своем проекте. Для тех, кто думает о своем проекте, насколько это для вас возможно. Четверка Жезлов, она может говорить о том, что близкие люди вас поддержат. Если это работа, не выходя из дома, работа на дому, замечательный аркан, у вас все может получиться. Но пока эта карта может показывать просто отдых или то, что вы еще дома. И тоже, может быть, у кого-то дома намечается какой-то праздник. Я не вижу того, чтобы вы оказались в каких-либо финансовых потерях или сделали какой-то неверный шаг в профессиональной сфере. Но по-любому во всех вопросах проявляется внимательность и бдительность. Теперь переходим в ваши личные отношения. Для тех, кто в паре, выпала карта Пажа Мечей и Шестерки Мечей. Отношения довольно-таки прохладные, натянутые, напряженные. Вы из-за чего-то нервничаете. Вы даже будучи дома не отдыхаете. Вы где-то своего партнера, возможно, сознательно провоцируете на выяснение отношений. А ваш партнер или партнерша просто может уходить от этого общения, потому что не хочет ругаться, не хочет спорить. А вы злитесь из-за чего-то. Может быть, вы просто нервничаете из-за дорог, которые предстоят вашему партнеру или вашим детям, потому что тут явно обсуждаются какие-то перемещения от дороги. То, что касается дома и отношений, вы очень много болезненно воспринимаете и на многое болезненно реагируете. Показано, что вам нужно успокоить свои мысли, не нервничать и стараться не ругаться. Я не вижу того, чтобы... Иногда отношения бывают настолько напряженными, что в голове вашей второй половины действительно бывают мысли о том, чтобы из этих отношений уйти. То, что в паре, не без взаимных манипуляций, это точно. Но, повторюсь, сейчас ваша вторая половина никак не хочет с вами ругаться. Может, где-то в чем-то на вас просто не обращать внимания, а вас это тоже может раздражать. По-хорошему вам нужно друг с другом все-таки договариваться в этом периоде. Ну, а теперь перейдем к нашим свободным близнецам. Для свободных выпала карта старшего аркана луны, карта пажа монет и девятка чаш. В личном плане тут большая неуверенность в себе почему-то. Хотя я вижу, что вы привлекательны для противоположного пола. Это может быть какие-то старые родовые программы, которые давлеют над вами. Это может быть что-то то, что связано с прошлым, с вашей матерью, у которой тоже могла быть непростая женская судьба и ощущение того, что вы сейчас что-то можете повторять. Те, у кого мамы живы, до сих пор чувствуется большое материнское влияние на любые ваши действия, на любой ваш выбор. С одной стороны, женщина вроде бы как о вас беспокоится и переживает, но с другой стороны, может вас же своими страхами где-то и блокировать. Поэтому это могут быть не всегда простые взаимоотношения именно с матерью. Если вы с кем-то сейчас встречаетесь, у вас рядышком есть друг, вы с этим человеком будете встречаться и дальше. Я не вижу того, чтобы вы расстались, но получается как-то так, что то видимся, то не видимся, определенности все-таки маловато и возможно и то, что кто-то имеет дело с человеком несвободным, по луне возможно человек в отношениях, там могут быть непростые отношения в доме, но я не вижу того, чтобы тот человек спешил из той семьи уйти. Если говорить о женщинах, то мужчина даже может вам предлагать где-то свою и финансовую помощь, но у этого человека с финансами сейчас тоже не все особо гладко или с работой, но если говорить о каких-то небольших знаках внимания, небольших подарках или встречах, все это у вас будет. И для тех, кто по-прежнему в свободном поиске, конечно же, знакомьтесь, в вашу жизнь может войти кто-то еще, не случайно, на внешний мир выпала карта колеса фортуны, которая показывает обновления в личной жизни, в том числе, потому что рядышком рыцарь чаш, рыцарь на белом коне. Если говорить о мужчинах, свободных близнецах, вы как-то сейчас больше думаете о работе, о делах, то, что касается личной жизни, вы знаете, что она от вас никуда не денется, но я не вижу того, чтобы у вас с кем-то развивались пока серьезные отношения. Даже если вы возлагаете определенные надежды на какого-либо человека, приходится постоянно чего-то в этих отношениях ждать или чем-то постоянно жертвовать. И к концу этой недели вы именно так себя и ощущаете, как жертва обстоятельств. Это может просто говорить о том, что вам элементарно не хватает отдыха, поэтому в выходные дни вам нужно все-таки отдохнуть, набраться сил и энергии. Ее тут явно не хватает и карта может показывать в общем болезненное состояние. Вам точно никуда не захочется ехать или идти именно в выходные дни. Показано, что нужно восстановление. Даже если вам приходится куда-то ехать или с кем-то встречаться, то это могут быть только вынужденные меры. Вскрытые факторы для вас выпала карта старшего аркана мира, королевы мечей и тройка жезлов. Три хорошие карты, они говорят о том, что в скрытых факторах для вас еще будут открываться дополнительные возможности и по работе, и может быть по вопросам официального характера, если вы что-то будете оформлять или переоформлять, может быть вы будете консультироваться еще дополнительно с женщиной-юристом по поводу того, что вас волнует. Тут могут обсуждаться и вопросы зарубежного партнерства для кого-то, может быть у кого-то просто есть друзья или родственники где-то за границей и показано, что вы часто общаетесь и надеетесь тоже на определенные перемены и изменения. И тут эти изменения будут положительного характера. Ну а теперь посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. Здесь мы видим пожа монет. Это карта ежедневного труда, может быть кропотливой или рутинной работы. Аркан призывает вас к тому, чтобы вы были себе на уме, до конца кому-то не открывались в своих мыслях или в своих чувствах. Также аркан может показывать дополнительные знания. Поэтому если собрались чему-то учиться новому, начинайте уже в ближайшее время, если уже учитесь, учебу не оставлять. И то же самое касаться может ваших детей, те, у кого дети взрослые или подростки. Я вижу, что у них тоже в вопросах образования и, кстати говоря, работы тоже для тех, у кого дети уже работают, тоже очень хорошие возможности и перспективы. Ну, а теперь посмотрим на ваш ответ на вопрос. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана верховной жрицы. Эта карта говорит о том, что вам пока не нужно знать то, о чем вы спросили. Высшие силы закрывают от вас желаемую информацию. Но если вы спросили, есть ли у вас определенные способности к каким-то практикам, к какой-либо науке, философские способности, эзотерические, медицинские, эта карта дает ответ «Да». Но эта карта говорит о том, что у вас накопленная есть база знаний, но эту базу знаний нужно все время развивать. Эта карта также показывает размышления и некоторую приостановку. Возможно, в вашем вопросе пока приостановка или вам нужно время для размышлений, потому что в душе есть противоречия, возможно, вы себе уже всю картинку наперед будущего нарисовали, а по факту что-то будет происходить не так, как вы себе это видите, потому что на ваш вопрос влияют и внешние факторы, и какие-то люди, и еще какие-либо обстоятельства. Что-то в вашем вопросе также будет зависеть от женской особы. Возможно, женщиной вы будете советоваться, либо женщина напрямую повлияет на ваш вопрос. Возможно, и то, что в отношении вашего вопроса в пространстве что-то только формируется в отношении вас, поэтому вам и не дают четкого ответа. Также, если вопрос касался каких-то тайн, чужих секретов, и вы, например, задали вопрос, утаивает ли кто-то от меня некую информацию, эта карта говорит, что да. Если вы задали вопрос, не подводит ли меня в чем-либо интуиция, эта карта дает ответ да, ваша интуиция вас не подводит. Пока это ожидание, но позже очень большая вероятность того, что события начнут стремительно меняться, у вас даже еще будет выбор вариантов по тому вопросу, который вы для себя задумали, и позже получить желаемое вы сможете, но не сейчас, если говорить о самом ближайшем времени, пока придется чего-то ждать. Ну, а теперь давайте возьмем оракул, спросим и его, что еще вам нужно знать на эту неделю. Очень неоднозначные карты выпали. Если меня смотрят люди практики, люди, которые занимаются магией, эзотерикой, эти карты могут показывать вашу увлеченность этим процессом, и то, что, возможно, кто-то из вас будет делать какие-то ритуалы, какие-то работы для себя, или для кого-то на заказ. Но если вы этим не занимаетесь, то в вашем окружении могут быть люди, которые обладают такими способностями. Здесь мы видим князь зетьмы, здесь мы видим карту змеи, это женщина, в центре мы видим карту звезд. Здесь будут проделываться какие-то очень грамотные работы. Либо вы у кого-то что-то заказываете, либо в отношении вас могут делать такие работы. Здесь может быть и пробой на энергетическом уровне, тут может быть элементарно зависть, глаз. Это тоже может ложиться на вас как порча. Поэтому то, что касается вашей собственной энергетической защиты, то по центральному аркану эту защиту стоило бы усилить. И давайте возьмем еще одну карту, которая сверху. Посмотрим что здесь. здесь я вижу карту сада. Вы показаны как яркие общественники. Тут очень много общения. Будет у кого-то возможность отдохнуть, из себя показать и других послушать. Так как вы показаны как человек очень яркий, может быть именно поэтому кому-то это и не нравится и вызывает зависть. Уважаемые близнецы, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотр и всем хорошей недели. Пусть все у вас получится, все, что вы для себя задумали, запланировали. А я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду на следующей неделе. Всем до свидания. Субтитры